Привет, капитаны! В эфире FW Channel, канал где изучают корабли. Недавно нам показали технические характеристики ожидаемого очень многими корабля. Сам его давно жду. Супер Петропавловска. Тут интрига в том, что Петропавловск является просто прокачиваемым кораблем, а гнет покруче многих премов. В чем-то он даже лучше Сталинграда. И вообще явная имбища и лучший крейсер 10 уровня. Хотя по средней статистике этого и не скажешь. Но крейсер обладает просто невероятной живучестью и отличной огневой мощью. А еще и РЛС бьет на 12 километров. Все это делает его самым сильно влияющим на бой крейсером среди прокачиваемых десяток. И вот нам показали ТТХ продолжение ветки Петропавловска. Новосибирска. Суперкрейсера. То есть по сути 11 уровня. И первые мысли о нем рисуют какую-то просто неимоверную имбищу. Ведь если взять Петропавловск, накинуть ему боеспособности процентов 15-20, как обычно получают суперкрейсеры, увеличить огневую мощь, это же просто смерть всем врагам. Однако на деле все оказалось совсем иначе. Но помним, что корабль пока тестируется и его ТТХ еще могут измениться. Также модели корабля у нас пока нет. Очень скоро я ее покажу в другом видео, но пока можно предположить из описания, что по бронированию корабль будет достаточно хорош. По крайней мере броня будет толстой, а цитаделька расположена низко, а не как у Сталинграда и Москвы. Другое дело, что при этом габариты корабля, похоже, также существенно возрастут. На что явно указывает следующая фраза из блога. Новосибирск обладает большим количеством очков боеспособности и высоким уровнем защиты от фугасов, но низкой маневренностью и высокой заметностью. Так, если у Петропавловска в базе маскировка составляет 15,3, а в полной прокачке она вполне комфортная 12,4, при этом очень можно, что РЛС его бьет на 12 километров. То есть, как только тебя засветил эсминец, ты чуть проходишь вперед, жмешь РЛС и наказываешь пакостника. То у Новосибирска маскировка в базе аж 16,6, то есть на километр и 300 метров больше, чем у Петропавловска. Так что о какой-то незаметности и юркости можно смело забывать, как и о малом, удобнейшем окне между засветом корабля и дальностью РЛС. Новосибирск по маскировке в базе лишь примерно на один километр лучше Сталинграда и Москвы. Спасибо, что еще не хуже. Боеспособность его составляет 65,800. Не так и намного больше Петропавловска с его 55,800 на 18 процентов. Это почти как у Москвы, у которой 65,400. Однако Москва на минуточку у нас десятка, а у другой десятки Сталинград и вовсе 76,950. В общем, по габаритам Новосибирск это что-то среднее между Петропавловском и Москвой, но комфорт и динамика Петропавловска тут явно теряется, как и эффективность РЛС. Променять хорошую маскировку на 18 процентов боеспособности, из-за которой корабль еще и превращается в мишень с худшей маневренностью, как по мне это минус, а не плюс. Тем более, если еще учесть и заметное ухудшение в окне РЛС. В общем, по корпусу и габаритам все как-то совсем не радостно. Я сильно разочарован такой концепцией якобы Супер Петропавловска. Если вспомнить, например, Клаузевец, Супер Гинденбург, у которого огневая мощь больше, а по корпусу он гораздо ближе к Гинденбургу. По маскировку он всего на 200 метров хуже. Просто смешная разница по сравнению с 1300 метров у Новосибирска и Петропавловска. То есть Клаузевец это реально правильное, добротное продолжение Гинденбурга. Самый настоящий Супер Гинденбург. А вот в случае с Новосибирском это какая-то деградация Петропавловска. По крайней мере по корпусу. Но давайте посмотрим, что с огневой мощью. Возможно, она все это компенсирует. Вооружен Новосибирск девятью орудиями калибра 254 мм в трех башнях. Орудия отличаются неплохой дальностью стрельбы, настильной баллистикой снарядов и высокой точностью на малых расстояниях. Однако с ростом дистанции стрельбы их точность ухудшается. Бронебойные снаряды имеют сниженную вероятность рикошета и хорошее бронепробитие, а фугасные снаряды – невысокий урон. Торпедное вооружение у корабля отсутствует. По описанию похоже на Петропавловск, включая и плохую точность на дальних дистанциях. Только Петропавловск может позволить себе подходить ближе к целям из-за лучшей маскировки и возможности почти моментально отпугнуть эсминец, который рискнет его засветить, что дает возможность отсветиться и самому Петропавловску. А вот Новосибирск уже такого себе позволить не может. Ему надо будет выдерживать большую дистанцию стрельбы, чтобы не завязнуть и не упороться. А точность по мере увеличения дистанции начинает заметно ухудшаться. Сравним цифры ДПМ. Орудий у Новосибирска тоже 9, как и у Петропавловска, но калибр уже не 220, а 254. Для сравнения у Сталинграда – 305. Максимальный урон фугасом – 3550. Бронепробитие – 42 мм. Вероятность поджога – 16%. Максимальный урон бронебойных снарядов – 6900. Время перезарядки орудий – 14 секунд. То есть точно, как и у Петропавловска. Орудий также столько же. Лишь урон фугасов у Новосибирска больше на 16%, а бронебойных – так и вовсе только на 8,6. Вы серьезно, господа? Более заметная, более неповоротливая мишень. И все это ради прибавки 8,6 к ДПМу на бронебойках. Ну, на фугасах, правда, прибавка 16% и шанс поджога повыше, и бронепробитие чуть получше. Но как-то это совсем не впечатляет. Мне пока что Петропавловск нравится гораздо больше. А из четырех крейсеров – Петропавловск, Москва, Сталинград и Новосибирск – Новосибирск мне кажется худшим. Из хорошего. У Новосибирска скорость корабля выше на два узла. 34,5 в базе. А вот ПВО – внезапно. Более мощная в ближней малополезной ауре, зато дальняя аура в два раза слабее, и дальность ее стрельбы только 5,8 вместо 6,6 у Петропавловска. Но это уже совсем никуда не годится, как по мне. То есть делают большую мишень, которую заведомо отдают на съедение авикам. Которым что-то будем начинать сбивать, только когда они успеют по нам откинуть. В общем, пока что я разочарован. Возможно, на практике появятся какие-то стороны, которые я не заметил при изучении ТТХ. Возможно, сами ТТХ еще изменят. Хотя, зная отношение западных товарищей к советскому флоту, мало приходится надеяться на улучшение этих ТТХ, как бы еще чего-нибудь не отрезали. И вот объективно, крейсер-то вообще-то вырисовывается неплохой. Но проблема в том, что Петропавловск гораздо лучше и действительно имбовый. Поэтому, с одной стороны, логично, что разработчики не хотят выпускать еще более сильную имбу на 11 уровне, а сделали просто неплохой корабль. Но все же лично мне грустно, что он выходит хуже Петропавловска, на мой взгляд. Да и как-то это странно, когда супер-корабль получается хуже десятки. Причем, судя по всему, даже еще более хуже, чем Ушаков оказался хуже Кремля. У Новосибирска даже боевых инструкций нет вообще никаких. А вы как считаете? Все это бурчание, прожившего большую часть своей жизни в Советском Союзе деда, или же в этом есть доля истины? Пишите, обсудим. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был Суперджида.